Здравствуйте! Вы смотрите новости ТВК в студии Виктория Столярова и прямо сейчас о главных событиях дня. Тепло снежно, но ветрено. Синоптики дают прогноз на последние выходные января. Горожан предупреждают о штормовом ветре. Порывы достигнут до 25 метров в секунду. Стройнадзор прокомментировал свою оценку роста платежей за тепло. Нарушений в начислениях нет, говорят специалисты. То есть сам формат дискаунтера не сильно дружелюбен был. То сейчас они на каждом шагу, они продолжают постоянно открываться, развиваться, появляться. Россияне приходят на дешевые продуктовые магазины. С чем связан спрос на дискаунтеры и что об этом говорят аналитики? Русская ракета фигурного катания Александра Трусова провела мастер-класс для красноярских спортсменов. За обучением следила Полина Михальчук. Репортаж следовой арены во второй части выпуска. Последние выходные января порадуют красноярцев теплой, но снежной погодой. В город придут комфортные температуры. Так уже завтра синоптики обещают небольшой снег и минус 5 градусов. Ночь на воскресенье, а также днем осадки продолжатся. Столбики термометров не упадут ниже отметки в минус 4. А вот в начале рабочей недели незначительно похолодает. В понедельник в городе будет 9 градусов ниже 0, пройдет небольшой снег. Днем и ночью обещают кратковременные осадки. В целом дневная температура на следующей неделе не опустится ниже минус 10. Что касается геомагнитной активности, в ближайшие дни магнитосфера будет спокойна в пределах 2 баллов. Однако к среде возмущения на Солнце усилятся и достигнут 4 баллов. К вечеру четверга все вновь придет в норму. Но несмотря на тепло, на выходных в Красноярске продолжит бушевать сильный ветер. Синоптики объявили экстренное предупреждение. Они прогнозируют порывы до 25 метров в секунду. По данным Среднесибирского ОГМС, сильный юго-западный ветер вместе с метелью накроет город уже сегодня ночью. На юге центральных районов и в горах южных районов будет идти сильный снег. На дорогах, возможно, гололедица. В Красноярске стихия начала бушевать еще сегодня утром. Так в солнечном ветром выбило балконную раму. Она упала перед подъездом и засыпала крыльцо стеклом. Никто не пострадал. Горожан просят быть осторожными. Во время непогоды нужно ограничить проведение работ на высоте. На улице следует обходить рекламные щиты и другие легкие конструкции, а также крупные деревья и стройки. Кроме того, специалисты просят избегать линий электропередач и не подходить к оборвавшимся проводам. Но даже в теплую погоду у Красноярской коммунальной сети не справляются. На улице Кутузова произошла поломка в водопроводном колодце. Из-за коммунальной аварии без холодной воды остались детская поликлиника и городской дворец культуры на улице Кутузова, а также детский сад на Грунтовой. Еще одно неприятное последствие коснулось автовладельцев. Очевидцы сообщили новостям ТВК, что из-за поломки дорога превратилась в каток. Из-за этого одну из машин занесло и та столкнулась с автомобилем на встречной полосе. Также буквально за ними на повороте столкнулись две другие легковушки. Один из авторлюбителей рассказал, что на дороге не было предупреждающих знаков о скользком аварийном участке. Я ехал со стороны ДК Кировский. Вот на этом светофоре я потерял сцепление с дорогой и ехал стоящую на светофоре машину. Как вы видите, никаких знаков здесь не установлено. Ничего, никаких не предупреждающих. Здесь покрытие хорошее в дороге, нормальное. И сразу после поворота начинается лед. Сразу после коммунальной аварии на место выехали специалисты Краскома. Они организовали подвоз воды к местам отключения. В компании нам заявили, что воду в учреждениях и домах уже дали. В стройнадзоре не исключают, что январские платежи за отопление будут даже выше, чем в декабре. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил заместитель руководителя краевого стройнадзора Евгений Житков. Все дело в январских морозах. Представитель надзорного органа предложил жителям, которые недовольны платежками за тепло, за свой счет модернизировать систему регулировки теплопотребления в домах, чтобы платить меньше. Необходимо модернизировать либо ту систему учета и энергопотребления, которое уже есть в доме, либо вообще ее заменить в рамках либо капитального ремонта общего домового имущества, либо в рамках решения этого вопроса на общем собрании собственников. Окупаемости его, этого оборудования, 2-5 лет. И уже любой многоквартирный дом, вне зависимости от года постройки, имеет энергоэффективные показатели. И сбережения. Это увидят сразу же. Ну не сразу же, а в течение следующего отопительного периода. По словам Житкова, в домах, построенных 15 лет назад и позже, такие системы установлены изначально, а потому значительного роста платы за отопление в таких домах, по словам замруководителя, специалисты не увидели. А жалоб от жителей новостроек, по его мнению, практически не было. Напомню, несколько дней назад Струинадзор признал законными повышенные декабрьские платежи за тепло в Красноярске. В свою очередь, горожане создали петицию под названием «Нет грабительским тарифам». Ее уже подписали почти 57 тысяч человек. Россияне приходят на дешевые продуктовые магазины. Об этом говорят данные торговых сетей. Так, федеральная X5 Group рассказала о росте продаж в своих дискаунтерах сразу в 8 раз. Принадлежащие красноярской сети «Командор дискаунтеры Хороший» тоже могут похвастать выросшим на 30% товарооборотом. При этом эксперты говорят, что рост популярности дешевых магазинов вовсе не связан с бедностью населения. Подробности в сюжете далее. Недавно открывшийся в Красноярске продуктовый дискаунтер. Магазинов этой сети уже больше 200. В 2022-м появилось 40. В 2023-м планируют открыть еще более 130. Формат дешевых магазинов становится все популярнее и популярнее. И купить здесь можно все – от гречки до 5-литровки жидкого мыла. Ассортимент неплохой. Все есть, в общем-то. Крупы беру, сахар, ну, все вот, овощи, фрукты. Ну, я бы не сказала, что цены больше устраивают. Они приблизительно везде одинаковые. Ассортимент неплохой здесь. Иногда попадается, не очень там полежит подольше, но часто привозят. Вот сегодня лук хороший, морковочка хорошая. Да, потому что близко, поэтому. А так, не принципиально. Ну, хлеб, молоко – такое первая необходимость и продукты. О востребованности дискаунтеров говорят не только покупатели, но и цифры. По данным, которые новостям ТВК предоставили в компании «Командор», товарооборот сети дискаунтеров «Хороший» за 2022 год вырос на 30%, в то время как в самих супермаркетах «Командор» только на 10,5%. При этом положительная динамика у всех категорий – алкоголя, продуктов питания, бытовой химии и другого. А вот в стандартных супермаркетах продажи алкоголя, например, пошли на спад. Дискаунтерами принято считать магазины, где цены ниже, чем в других торговых точках. И их популярность неожиданно не связывают напрямую с ростом бедности. У людей есть деньги, говорят эксперты. Просто теперь они предпочитают тратить на повседневные товары меньше и откладывать на другие статьи расходов. Это магазины не только для тех людей, у которых, может быть, невысокие доходы. Сейчас это больше про рациональное потребление, про возможность экономить еще на что-то, на лечение, на отдых, на одежду на ту же самую. Они закрывают максимально потребности людей разных абсолютно аудиторий и при этом помогают им рационально покупать, спасают от спонтанных покупок, от лишних трат. Дискаунтеры – явление не новое. Первый светофор в Красноярске открылся еще в 2009 году, 14 лет назад. Сегодня владельцы компании «Семья Шнайдер» входит в список 200 богатейших бизнесменов России по версии «Форбс». Их состояние оценивают в 650 миллионов долларов. Другие красноярские сети начали развивать направление дискаунтера в 2015. И за это время, говорят эксперты, формат преобразовался и стал более дружелюбным к покупателям. Это еще одно объяснение популярности дискаунтеров. Это некий хайп, некая популярность, что раньше, если съездить, например, в дискаунтер, сэкономить, это было где-то далеко, они находились в промзонах, еще что-то подобное, там были непонятные товары. То есть сам формат дискаунтера не сильно дружелюбен был. То сейчас они на каждом шагу, они продолжают постоянно открываться, развиваться, появляться, охватываются больше сфер жизни, это и продуктовые, и аптечные уже, и каких только нету, и алкогольные, и всякие. Соответственно, нету проблемы абсолютно просто зайти и что-то купить в дискаунтере. Возможно, он даже ближе теперь к вам, чем ваш привычный супермаркет или ваш привычный гипермаркет. Получается, если раньше покупка в дискаунтере считалась крайней степенью экономии, то теперь это стало обыденностью, а спросом пользуются все категории товаров. Алена Кузнецова, Сергей Токарев, Новости ТВК. И сегодня мы вышли на улицы и спросили у красноярцев, пользуются ли они дискаунтерами и какие товары там покупают. И вот какие ответы мы получили. Пользуетесь ли вы продуктовыми дискаунтерами, типа батон хороший, светофор и так далее? Да. А почему их выбираете? Из экономии? Мне просто близко в моем доме находится. В этих больше ассортимент, в той же ленте, может быть, ну других, которые повыше, так сказать. И по качеству не буду говорить, а по ассортименту больше. Тоже бывает, пользуюсь. Ну в батоне я, бывает, и хлеб покупаю, там очень вкусный хлеб. Ну и вообще макароны, сахар, ну то есть вот такое вот. Ну и сыры у них нормальные, я считаю, масло, то есть ну как бы. Ну а смысл? Цена та же практически, что и в других магазинах. Проще тогда на базу ездить. Зачем тогда вообще дискаунтер? Конечно, да. Даром все. У меня там прихожу, у меня там еще 50%, кроме того, что дискаунтер. Молоко, колбасу, пиво. Ну редко, редко, ладно, я же пристагог. Нет, не пользуюсь, потому что, ну лично мое мнение, мне кажется, что там как-то больше просрочка, что-то уже не свежее. Арестованному телеведущему бизнесмену Максиму Гуревичу сегодня предъявили обвинение. Об этом новостям ТВК рассказали в Следственном комитете. Статья, о которой инкремирует предпринимателю, осталась прежней. Мошенничество, совершенная группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения. Гуревича обвиняют в хищении 5 миллионов из краевого бюджета. По версии следствия, он присвоил деньги, когда занимался организацией награждения одаренных детей. Защита подозреваемого с суммой не согласна и признает претензии только на 2 миллиона, а полученную прибыль считает предпринимательской выгодой. Также адвокаты заявили о давлении на подзащитного со стороны силовиков. И сегодня стало известно, что стороне защиты вообще запретили давать какие-либо комментарии по делу. После вчерашней пресс-конференции с меня взяли подписку о неразглашении тайны следствия. И получается, что из-за этого я сейчас вообще не могу ничего комментировать и не выдавать информацию по ходу расследования. Ранее суд отправил Максима Гуревича под стражу до 16 марта. Вторая фигурантка отдела, исполнительный директор компании «Современное производство» Екатерина Романюк находится под домашним арестом. Стало известно о гибели еще двух уроженцев Красноярского края в ходе спецоперации. Первый погибший – 35-летний Виктор Царев. Эту информацию нам подтвердили в администрации УЯРа. Мы пообщались с матерью погибшего Анжеликой Викторовной. Она рассказала, что повестку ее сын получил 3 октября. До этого он работал санитаром в доме престарелых в Канске. По словам женщины, сначала Виктор находился в учебной части в Омске, затем его перевели в Псков. В зону спецоперации мужчину отправили в декабре. В последний раз матери удалось связаться с сыном 22 декабря. После этого он перестал выходить на связь. В последний раз они пришли с какого-то задания, он особо не говорил, потому что связь была очень плохая. Я так через слово понимала. Он сказал, мама, сильно страшно. Первыми о гибели Виктора узнали его друзья от сослуживцев. Анжелика Викторовна начала звонить в военкоматы и военные части, но там ей информацию не предоставили. Только 18 января матери принесли документ о том, что Виктор погиб. Известно, что он скончался в день своего рождения 30 декабря. Прощание с ним состоялось 23 января. От первого брака у него остался 9-летний сын. Второй погибший, о котором стало известно, Дмитрий Кокоря из Волочанки на сайте администрации Дудинки. Сказано, что мужчина служил в ЧВК Вагнер. Прощание с ним состоялось 26 января. Делать аборт только при согласии мужа. С таким предложением выступила Русская Православная Церковь. По мнению председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Федора Лукьянова в России следует законодательно закрепить возможность прерывания беременности лишь при согласии с супругой после обязательной консультации психолога. При этом получать разрешение при аборте по медицинским показаниям комиссия не предлагает. Также Лукьянов считает, что регламент абортов следует ужесточить. Например, сократить порог возможности с 12 до 8 недель и прерывать беременность только при угрозе жизни матери, а не ребенка, даже если у него обнаружили неизлечимую болезнь. Кроме того, представитель РПЦ считает правильным ввести уголовную и административную ответственность за незаконное проведение и рекламу абортов. Он заявил, что сейчас в частных клиниках иногда не соблюдают неделю тишины и женщина может сделать аборт в день обращения, что противоречит законодательству. Некоторые члены комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержали такую идею РПЦ, но отметили, что предложение нужно доработать, чтобы никого не ставить, цитата, в безвыходное положение. Конец цитаты. Конец цитаты. Рейтаниками Краевой и Городской спортшколы она провела на льду около 40 минут, оттачивала прыжки и обучала своему фирменному элементу. Как русскую ракету встретил Красноярск, подробности у Полины Михальчук. Свой фирменный элемент кантиливер Александра Трусова исполнила несколько раз, и каждый сопровождался восхищенными возгласами с трибун. Российская фигуристка прилетела в Красноярск рано утром, а уже днем полная сила энтузиазма стояла на коньках перед воспитанниками спортшкол по фигурному катанию. Под ее пристальным вниманием ребята разных лет показывали, на что способны, и оттачивали элементы так, что слышно было лишь скрежет коньков по льду. В общей сложности мастер-класс продлился 40 минут. За это время были привычные для спортсменов раскатка и распрыжка, а уже потом Александра смотрела фигурные возможности каждого подопечного. Говорит, на льду была полная импровизация, и красноярские фигуристы ее приятно удивили. Когда был мастер-класс в Рязани первый раз, я тогда думала, какие задания, что надо будет делать, и все равно, когда пришла, мне было как-то неудобно, там еще были тренеры, которых я начинала кататься. Мне очень стеснялась. А здесь я уже была готова и знала, что в принципе я буду исходить все равно от того, как готовы спортсмены, что делать. Потому что я была приятно удивлена. Там девочка, по-моему, Ярослава, она прыгает 3-3 хорошо, кантиливера очень-очень-очень-очень хорошо. Александра Трусова уникальная спортсменка. В свои 18 она уже успела вписать свое имя в историю мирового фигурного катания. Она первая фигуристка, которая исполнила четверные лут, тулуп и флип, а также первая женщина, которая исполнила в одной программе пять четверных прыжков. Именно за свое упорство болельщики ласково прозвали Александру Трусову русской ракетой, королевой квадов и девочкой, которая победила гравитацию. Для многих, кто вышел сегодня на лед, Александра – пример для подражания. Так, например, 12-летняя Ульяна в фигурном катании уже 7 лет. И все эти годы она пристально следит за спортивными успехами любимой фигуристки. Поэтому выйти на лед вместе с серебряным призером Олимпиады было для нее мечтой. Дальше только олимпийское золото. Я, на самом деле, узнала недавно, день назад. Я очень обрадовалась. Ощущения такие прям приятные. Очень мечтала. Самая мечта в спортивном плане какая? Ну, наверное, стать олимпийской чемпионкой и прыгнуть в прыжок. Какой-нибудь новый открыть. Мастер-класс на льду Александра провела для ребят постарше. Начинающие спортсмены наблюдали за всем процессом с трибун. Но у каждого потом была возможность сфотографироваться с именитой фигуристкой и получить автограф на удачу. Ты сама фигурным катанием как давно начала заниматься? Я начала в три года заниматься. А сейчас тебе? Семь лет. Ты довольна, да, что расписалась? Будешь на этих коньках, да, кататься? Да. Они тебе успех принесут? Да. Это второй визит Александры Трусовой в Красноярск за месяц. В декабре фигуристка приезжала на чемпионат России. Но, к сожалению, с турнира девушка снялась из-за болезни. Говорит, практически все дни, что пробыла в городе, лежала с недомоганием. Поэтому сейчас по своей инициативе вернулась, чтобы провести тренировку, которая была запланирована еще в 22-м году. Мастер-классом Александра осталась довольна, как и своими тренерскими возможностями. Я очень люблю тренировать. Особенно, конечно, я просто каталась и с разными, и с теми, кто просто покататься хотят. Ну, как любители, которые хотят покататься, типа, просто со мной. И с спортсменами, которые пытаются что-то, ну, достичь в спорте. Именно, конечно, очень интересно с спортсменами, которые реально хотят спортом заниматься. Мне очень нравится. И нравится, конечно, что какие-то определенные подсказки помогают. Вообще, Александра Трусова была в Красноярске уже четыре раза. Но фигуристка признается, что за все это время ей ни разу не удалось посмотреть город из-за жесткого режима. Что ж, будет повод вернуться. Полина Михальчук, Владимир Антонов, Новости ТВК. Жительница Красноярска поскользнулась на тротуаре и сломала руку. Теперь дочь пострадавшей требует от управляющей компании компенсацию – 300 тысяч рублей. Как нам рассказала дочь женщины Анна, все произошло 27 декабря возле дома на 78-й добровольческой бригаде 23. 61-летняя пенсионерка поскользнулась на обледенелой поверхности и упала. Анна отвезла мать в травмпункт, где женщине диагностировали оскольчатый перелом руки. Двумя днями позже ей сделали операцию – вставили в руку пластину. Дочь пострадавшей также обратилась в управляющую компанию «Гранд Сервис», чтобы потребовать компенсацию. Встреча наша закончилась на том, что решение мы примем после 9-го числа. Потому что я сказала, что ей проведена операция 29-го. Говорю, я вам сейчас сказать ничего не могу по восстановлению. Говорю, но восстановление будет очень длительным, потому что перелом очень сложный. Ну он такой, да, да, типа я видел, я вот видел, как она упала и как она в скамейку не ударилась. Если бы она ударилась, ну ее бы не было на этом свете. Директор управляющей компании так мне ответил. Анна рассказала, что полгода реабилитации обойдется в 134 тысячи рублей. Такую сумму ее матери озвучили в частной медклинике. С учетом моральной компенсации и стоимости дальнейшего лечения женщина потребовала от управляющей компании 300 тысяч рублей. Однако жилищники предложили ограничиться компенсацией в 100 тысяч. После конфликта дочь пострадавшей также написала заявление в полицию. В управляющей компании Грандсервис сегодня отказались прокомментировать нам ситуацию, так как директора не было на месте. Эксперты в сфере ЖКХ же посоветовали решать подобные вопросы через суд. Водитель автобуса больше 20 остановок ехал со сломанной дверью. В этот момент в салоне находились люди. Инцидент произошел накануне вечером. Видео произошедшего с нами поделился один из пассажиров. На кадрах видно, как средняя дверь повисла на механизме и накренилась в салон. Тем не менее, автобус продолжает движение. Своими эмоциями от поездки автор видео поделился уже после выхода из салона. По его словам, автобус с пассажирами еще долго ехал по маршруту, несмотря на неисправность. В департаменте транспорта нам сегодня подтвердили, что в автобусе номер 50 действительно сломалась дверь, однако водитель утверждает, что поломка произошла дальше по маршруту на остановке станции Енисей. По его словам, он стал высаживать пассажиров согласно требованиям техники безопасности, однако часть людей попросили довезти их до конечной, несмотря на поломку. Водитель согласился, и теперь за такое проявление доброты мужчину лишат части премии. Компании «Сибиряк» разрешили достроить семиэтажный жилой дом на территории бывшего комбайнового завода. Информация о снятии части запрета на использование участков появилась в материалах дела на сайте арбитражного суда. В документе говорится о двух участках, на которых «Сибиряк» почти возвел многоквартирный дом с участием дольщиков. Суд учел доводы, что запрет на использование земли может нарушить их права и интересы. Напомню ранее, арбитражный суд по требованию прокуратуры запретил «Сибиряку» застраивать 62 участка земли, на которых когда-то находился комбайновый завод. По плану застройщика, там должен был появиться жилой комплекс «Новоостровский». В прокуратуре посчитали, что муниципалитет незаконно продал землю застройщику. Также в ведомстве заявили, что «Сибиряк» не раз обещал возвести в жилом комплексе объекты инфраструктуры, школы, поликлиники и детские сады, но на бумаге свои обещания так и не закрепил и строил лишь жилые дома. В крае сохраняется высокий уровень заболеваемости респираторными инфекциями. В такой ситуации Роспотребнадзор рекомендует регулярно проводить дома влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Такая мера профилактики актуальна и для мест общего пользования, к примеру, подъездов. Однако жители задаются вопросом, кто определяет, как часто и какими средствами проводить уборку. Возмущение жителей вызывают и травмоопасные участки у подъездов, нечищенные пешеходные дорожки и тротуары. Как в управляющих компаниях решают эти задачи, расскажем в сюжете далее. У нас есть дезинфицирующие средства, так как сейчас все болеют у нас. Потом из новых средств это у нас вот такой вот антиграффити, который стирается надпись и удаляет полностью. Дезинфицирующий компонент – обязательный элемент каждой влажной уборки в подъезде. С собой у специалиста целый арсенал бутыльков, в том числе гипоаллергенных средств, чтобы не вызвать реакцию у чувствительных людей. Все потому, что управляющая компания заботится о своих жителях. Влажная уборка у нас два раза в месяц, с пятого по первый этаж. Ежедневно мы убираем со второго этажа по первый этаж. И подметание у нас там по необходимости не меньше шести-семи раз в месяц. А вот дворы под управлением управляющей компанией ЖСК метут каждый день с семи утра на вооружении у специалистов, помимо стандартных инструментов, к примеру, воздуходовки. Работники рассказывают, с такими производительность увеличивается в несколько раз. А жители добавляют, производительность в их дворе в целом на уровне. Заменили у нас вот эти входные группы, сделали крылечки. Много мы работы сделали. У нас и заменена электрика в доме, заменены трубы поменены. Остались небольшие такие работы. Работа с управляющей компанией у нас на высшем уровне. При этом в самой управляющей компании не отрицают. Есть и проблемные участки, о них жителей просят сообщать по всем доступным каналам связи. У нас с мая 2022 года работает единый полцентр, в который граждане могут круглосуточно подать любую заявку. Любая заявка будет рассмотрена. Установленный срок законодательством. Также можно обратиться на телефоны горячей линии, которые размещены на досках объявлений на сайте. И в любом случае, если обращаются в телекомпанию, мы будем с удовольствием рады с вами контактировать и отработаем в кратчайшие сроки любые вопросы. Ежедневно во дворы под управлением ЖСК выходят около 560 дворников. В компании уверяют, при необходимости и по запросу жителей для уборки и вывоза снега готовы выводить дополнительные силы и технику во дворы. Светлана Чернушевич, Кирилл Иванов, Новости ТВК. Шлагбаум получил поражение в неравном бою с женщиной у одного из красноярских баров. Видеопроисшествие попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как девушка сначала пинает устройство, а после вырывает механизм с корнем. Совершив этот маневр, девушка падает на спину и, вероятно, разозлившись еще больше, решает нанести своему нокаутированному оппоненту финальный удар. Разобравшись с соперником, девушка гордой, но не очень уверенной походкой удаляется с импровизированного ринга. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. В полиции сегодня сообщили, что заявлений по этому факту им не поступало. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. На въездах в Красноярский край появится шесть новых стелл, а из российских онлайн-сервисов исчезнут фильмы про Гарри Поттера. Подробнее об этом и не только в рубрике «Новости коротко». На въездах в Красноярский край установят шесть новых стелл с подсветкой. Как рассказали в Крудоре, специалисты уже разработали визуальный образ стеллы, обследовали места возможного размещения объекта и провели там изыскательные работы. Предположительно, две стеллы появятся на границах с Кемеровской областью, одна на границе с Иркутской областью и еще три в районе Республики Хакасия. Сроки установки шести стелл пока не определены. Ранее красноярские чиновники сообщали, что одна новая стелла, которую планируют установить в Октябрьском районе, обойдется в 50 миллионов рублей. Фильмы о Гарри Поттере исчезнут из библиотек российских онлайн-кинотеатров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе о медиатеке. Именно эта компания в России владела лицензионными правами на показ фильмов про юного волшебника. Так, например, «Кинопоиск» уже предупредил пользователей, что киноленты станут недоступны с 1 февраля. Кроме того, из сервиса пропадут и фильмы-франшизы «Фантастические твари». «Красная книга Арктики» станет электронной. Сайт с интерактивной картой ареалов исчезающих видов, их описанием и изображениями может появиться уже в этом году. Разработкой занимается проектный офис развития Арктики. В этой зоне насчитывается около 26 тысяч видов растений и животных. Сейчас специалисты решают, включать ли в портал те виды животных, которые живут в пограничных климатических зонах или заходят в Арктику единично. В Красноярске спасли упавшего с коммунального моста подростка. Как рассказали в краевой службе спасения, все произошло вечером 26 января. 17-летний красноярец упал с коммунального моста в районе Абаканской протоки. Очевидцы видели, как он шел от предмостной по коммунальному мосту, а потом оказался в воде. На место сразу же выехали специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда. Как позже объяснили в полиции, молодой человек состоит на учете в специализированном медицинском учреждении. Спасатели передали парня медикам. Травм от падения в воду у него не обнаружили. Как обезопасить себя во время зимнего турпохода и почему нужно обязательно предупреждать спасателей о своем путешествии. Подробнее об этом расскажет исполняющая обязанности директора Центра ГОЧС Наталья Григорьева в новом выпуске рубрики «Гражданская оборона». Здравствуйте! Зима – не повод отказываться от походов на природу. Так считают любители активного отдыха, а их крайне мало. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как подготовиться к зимним походам. В первую очередь мы советуем зарегистрировать свой поход, а затем основательно подойти к подготовке одежды и экипировке, учитывая климатические особенности региона. Должно быть три слоя одежды – нижний, термобелье, на него надевается средний слой, флис и затем верхний защитный слой, мембранный, который защищает от внешних условий – ветра, снега. Согреться в мороз отлично помогают портативные грелки для тела – теплоиды. Они очень компактные по размеру, легко размещаются в ладони. Конечно, нужно иметь защиту для глаз – это очки и маска. В сильный снегопад и при порывистом ветре на лице должна быть маска. Очки не всегда защитят. В более спокойных условиях будет достаточно очков. В зимний поход возьмите с собой снегоступы. С помощью них вы не будете проваливаться в снег и сможете нормально передвигаться. Перед тем, как отправиться в поход, тщательно продумайте маршрут. Важно учитывать, что зимой у вас на пути могут быть препятствия в виде снежных заносов, лавин. Например, один и тот же маршрут летом легко проходить, а зимой при обильном снегопаде он становится непроходимым. Соблюдайте осторожность при переходе через плохо замерзшие речки, горные перевалы и лавиноопасные участки. В любых условиях умейте оказать первую помощь пострадавшему. Для большей безопасности по предварительной заявке оперативные дежурные аварийные радиосвязи краевого центра ГО и ЧС помогут вам преодолеть ваш маршрут и круглосуточно будут находиться с вами на связи. Помните, в зимнем походе погодные условия представляют угрозу для здоровья и жизни человека. Подробнее об этом мы расскажем в следующем выпуске. Учитывайте данную информацию и смотрите рубрику «Гражданская оборона». Ведь если предупрежден, значит вооружен. Пересчет диких животных Краснодарского края по следам на снегу, ответственность за загрязнение окружающей среды и переработка пищевых отходов. Подробнее об этих темах в новом выпуске Эко-новостей. Всем привет! Вы смотрите Эко-новости на ТВК. В ближайшие несколько минут вас ждут события из сферы защиты природы. Давайте узнаем новости из Красноярска, России и мира, от которых легче дышать. Диких животных из Красноярского края пересчитают по следам на снегу. Об этом сообщили в региональном Минэкологии. В ведомстве рассказали, что зимний маршрутный учет, именно так называется это мероприятие, проводят ежегодно. Инспекторы охотнадзора совместно с дирекцией природного парка Иргаки исследуют территорию по всему Красноярскому краю. Протяженность всех путей около 26 километров. По следам, оставленным на снегу, специалисты изучат размеры популяции десятков видов зверей и птиц, среди которых лось, морал, сибирская косуля, северный олень, рысь, волк, соболь, белка, глухарь, рябчик и не только. Кроме того, в ведомстве ответили, что следы на снегу – один из традиционных методов пересчета животных, которые ведут активный образ жизни зимой. Главное, чтобы слой снега был достаточно толстым, чтобы отчетливо можно было разглядеть следы. Каждый четвертый россиянин недоволен состоянием окружающей среды в месте, где он живет. Результатами исследований агентства «Лайк Пиар» и центра «Нафи» поделились известия. Итак, судя по данным, 39% опрошенных удовлетворены экологической обстановкой в своем населенном пункте. При этом 24% негативно ответили на этот вопрос. В большей степени состоянием окружающей среды довольны жители регионов Южного и Северокавказского федеральных округов, а в меньшей степени – жители Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, 33% респондентов уверены, что забота экологии – это обязанность государства на региональном или федеральном уровне. Еще 31% опрошенных считают, что отвечать за экологию должен бизнес и промышленники. При этом 26% участников опроса посчитали, что значительный вклад в улучшение экологии той или иной территории вносят сами россияне. По большей части так считают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Взрослое население возрастом старше 45 лет делегирует ответственность органам власти и бизнесу. Еще немного статистики. Каждый россиянин выкидывает в год 88 килограммов еды. Об этом сообщил глава Министерства природы Александр Козлов. По его словам, в стране объем пищевых отходов составляет практически 18 миллионов тонн ежегодно. Это 40% от всего бытового мусора. При этом большая часть из них, 71%, это отходы обычных людей. Остальной пищевой мусор идет от ритейла и организации общественного питания. Можно ли пищевой мусор отправлять на переработку? Можно. Из таких отходов получают удобрения, корма для скота и птиц, компост, а иногда и компоненты для продукции в химической, фармацевтической и строительной отраслях. Также специалисты отмечают, что непереработанные пищевые отходы выделяют вредные для человека вещества. Например, оксид серы, сероводород, теолы и другие химические соединения. Прямо сейчас на экране вы видите уровень загрязнения воздуха по данным общественников за неделю. Наиболее загрязненными районами с 23 по 26 января оказались Железнодорожный и Ленинский, а самыми чистыми стали Октябрьские и Центральные районы. На этом все. Вы смотрели ЭКО-новости на ТВК. Увидимся в эфире. В традиционной рубрике Натальи Кичиной «Кинохроники Красноярия» о том, чем жил наш край в 1983 году, о трудовых подвигах шахтеров и тружеников села и о редкой профессии стеклодува. Черногорск. Город на юге края. Миллионы лет природа хранила здесь черное золото. Ежедневный подземный маршрут шахтеров. Но сегодня смена не совсем обычная. Юбилейная. Три четверти века назад началась разработка черногорских копий. Минусинский угольный бассейн был открыт и начал разрабатываться еще до революции. Сам Черногорский изначально был основан как рабочий поселок Черногорский Копи в 907 году, когда здесь была построена первая шахта Ермак. Отсюда отходили груженные углем баржи. А это энтузиасты первых пятилеток – черногорские стахановцы. Почетным гражданином города избирается старейший шахтер, один из первых стахановцев Константин Федорович Окунев. Миллионы тонн угля выдали на гора черногорские шахтеры. Новых трудовых успехов пожелал им генеральный директор объединения «Красноярск. Уголь» Виктор Александрович Гуськов. У тружеников села свои проблемы осенью, что называется, самый сенокоз. Погода в Сибири никогда особо не баловала, и сельским жителям приходилось иногда собирать урожай в совсем некомфортных условиях. Но были радости. Кавалер Ордена Ленина, механизатор с 35-летним стажем Никодим Моисеевич Романенко вышел в поле на юбилейном 500-тысячном комбайне Красноярского комбайного завода. Намолочены первые тысячи центнеров. Впереди самое трудное – собрать все с поля, сохранить урожай. А в Хатанге традиционная навигация. На рейде этого северного города крайне редко приходят пассажирские суда. Но грузовые корабли в это время стоят на всех причалах. Заполярье запасается всем необходимым на долгую зиму. Рудольф Иванович Глухоньков. Капитан. Плавал он и в теплых морях. Видывал разные страны, когда ходил простым матросом на морских судах. Но якорь свой надолго бросил здесь, в далеком северном порту Хатанга. Мал буксир. Но не обойтись без его помощи и огромному сухогрузу и тяжелой баржи. А для капитана это родной дом. Ведь они вместе уже четверть века. Маленький буксир под названием «Полюс» и его капитан. Рудольф Иванович Глухоньков. А еще героем хроники 83-го года стал Николай Попов. Человек редкой профессии стеклодува. Много лет Николай Александрович готовил сложные конструкции для горняков и химиков в научно-исследовательском институте СИП «Цветмедпроект». А в свободное время отдавал своему увлечению. Создавал удивительные подсвечники, вазы, забавные фигурки, зверей, цветы. Стеклодува во все времена товар штучный, равно как и то, что они делают своими руками. Не права о вещах те думают шувалов, которые стекло чтут ниже минералов. Так Ломоносов писал о чудесных свойствах стекла. Наталья Китчина, Новости ТВК. На сегодня это все новости. Напомню, телефон редакции 200-065. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова